Аллея, где увековечен образ Василия Макаровича Шукшина, уже давно стала местом паломничества для последователей, учеников и почитателей его таланта. На открытии Шукшинского фестиваля сюда ежегодно сижаются гости со всей страны. Здесь звучат строки из его произведений, проводятся экскурсии и праздники. А в летние будни это место радует барнаульцев с зелеными массивами. Но совершенству нет предела. «Здесь очень много гуляют пожилые люди и дети. Очень бы хотелось, чтобы она преобразилась. И асфальтирование, дополнительные лавочки, скамейки появились, потому что действительно это людям не хватает. Освещение, конечно же». Другая здесь достопримечательность, которая напоминает об истории города, это зеленые насаждения из лиственниц. Лесополоса, некогда разделявшая сельхоз поля. Наши предшественники ее сохранили. «Если вы обратили внимание, улица немножко поворачивает. То есть она должна была идти прямо, а она поворачивает в сторону северо-запада. Ее повернули именно потому, что здесь сохранять пытались лесополосу». Ребята из Молодежного совета ТОС в этом году решили поработать волонтерами всероссийского онлайн-голосования за объекты. Волонтеры дежурят на точках по всему городу. Именно у них можно расспросить, как правильно проголосовать за ту территорию, которую хотите видеть улучшенной именно вы. Кстати, ребята Молодежного ТОС свои голоса отдали за аллею на Юрина. А что хотелось бы здесь видеть? Так, возможно, какие-нибудь зоны. Может быть, спортивные. Может быть, какие-нибудь просто лаунж-зоны для того, чтобы молодежь могла собираться. До 31 мая отправить свой голос можно на странице за городсреда.ру через авторизацию на портале госуслуги или на официальном сайте Барнаула через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор. Мое будущее». Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.